Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Семеник, я психолог, основатель группы сайтов «Пережить.ру» и «Школа православной психологии». Наша сегодняшняя тема – «Что такое достоинство?». Если вы смотрите этот блог, видимо, для вас, как и для меня, слово «достойный человек» является привлекательным. Возможно, вы, как и я, особенно в детстве, не понимали, что такое «достойный человек», но осознавали, что в этом есть что-то хорошее и тоже хотели стать достойными людьми. И чувствовали, что, возможно, вас в данный момент достоинства не хватает, вам чего-то не хватает, чтобы быть достойными людьми. Почему же выражение «достойный человек» для нас с вами так привлекательно? Прежде всего, конечно, потому, что мы с вами знаем, перед нами есть образы людей достойных, которых называют достойными, которые привлекательны для нас. То есть мы узнали какого-то реально существующего человека, либо какого-то великого, известного всем, либо, может быть, известно в узком кругу, но образ которого привлекательен для нас. И в чем же проявляется это достоинство? Я думаю, что вы, возможно, замечали, что главное проявление этого достоинства – общение. То есть не где-то на работе, где он совершает какие-то подвиги, проявляется достоинство человека. Прежде всего, достоинство человека проявляется в самом обычном бытовом общении. С достойным человеком очень приятно общаться, и мы чувствуем себя тоже каким-то более достойными в этот момент. И при этом... Слово «достойный» мало кто может объяснить. Всю жизнь я интересовался тем, что такое достойный человек и как им стать. Но, в общем-то, какого-то готового ответа я на этот вопрос не нашел. Пришлось постепенно самому формировать представление об этом. И поэтому то, о чем я буду говорить, это лишь мое частное мнение. Оно, возможно, несовершенно, и оно наверняка неполное. Но, тем не менее, что-то полезное вы можете узнать из этого блога на тему достоинства. Так вот, достойный человек. Обратимся к самому слову «достойный». То есть «достойный» и возникает вопрос «достойный чего?» На мой взгляд, достойный человек – это человек, достойный любви и уважения. Я думаю, никто из вас не будет против такого определения. То есть человек, достойный уважения и любви – это и есть достойный человек. И тут, естественно, может возникнуть вопрос. А должен ли православный человек стремиться к тому, чтобы его любили и уважали? Ведь все мы знаем массу святоотеческих советов на тему того, что для нас гораздо полезнее уничижение, унижение, оскорбление и всякие прочие мучения. И мы знаем, почему это для нас полезнее. Потому что мы так боремся с нашими пороками. И даже есть такая высокая фраза, что так нам удобнее сострадать Христу распятым, чем когда нас почитают и когда мы живем в удовольствиях. Но это все верно. Я сам являюсь большим поклонником святых отцов и довольно-таки хорошо знаю их труды. Но здесь важно учитывать еще вот что. Что это очень удобное оправдание того, чтобы мы, скажем так, лелеяли свои пороки. Если мы будем вот так относиться, так смотреть на отношения к нам людей, что чем хуже они к нам относятся, тем лучше, мы этим самым оправдаем свои пороки. Почему? Потому что люди относятся плохо к тому человеку, как правило, который вообще не проявляет какие-то свои пороки. злобу, зависть, ненависть, тревожность и все такое прочее. И таким образом получается, что если мы совершенно стараемся безразличным сделать для себя отношение к нам, других людей, то мы тем самым не лишаемся возможности через взгляд на нас, других людей, увидеть свои пороки. Это очень удобно. Я могу лелеять свою зависть и все прочие недостатки, осуждения, быть, по сути дела, очень злым человеком, и оправдывать это все тем, что я избегаю любви людской. А как ты можешь избегать любви людской, если тебя никто не собирается любить, учитывая какой-то человек? Ты сначала попробуй завоевать любовь людей, только потом уже начинай ее избегать. А в обратном порядке это получается просто самообман. Поэтому на самом деле это хорошее дело стремиться к тому, чтобы быть любимым и уважаемым людьми. Самое главное – не становиться зависимым от этого. Это не должно быть нашей главной целью. Это должно быть лишь естественным проявлением нашего человеческого совершенства, потому что по мере нашего совершенствования мы будем становиться более смиренными, кроткими, добрыми, любящими, незлобливыми. И это, конечно, положительно скажется на нашем взаимодействии с любыми людьми. И в целом, в общем, конечно, отношение людей к нам будет улучшаться. Поэтому мы вполне можем поставить себе такую цель. Главное, чтобы она не была слишком значимой для нас. Так как же нам добиться этой цели? Как нам стать достойным человеком? Как я уже сказал, это лишь мое частное мнение, мои некие небольшие выводы из опыта собственной жизни. Первое, что нужно для того, чтобы стать достойным человеком, это нужно просто-напросто быть порядочным человеком. Потому что было бы странно ожидать, что люди будут относиться к нам хорошо, если мы будем вести себя плохо. Если мы опять-таки будем завидовать, обманывать, быть какими-то грубыми, причинять людям вред. То есть для начала нужно элементарно стать человеком порядочным, честным, хорошим. В самом простом бытовом понимании. Второй пункт гораздо более сложен. Это пункт уже из психологии. Это необходимо принимать себя. Я очень часто говорю о самопринятии. Это не потому, что у меня такой пунктик, мне просто очень нравится об этом говорить. А потому, что действительно эта тема является ключом очень многим к большинству психологических проблем человека, а также ко многим духовным проблемам человека. Что такое высокое самопринятие? Самопринятие – такое свойство человека, которое вырабатывается первоначально в детстве, под влиянием отношения к нам родителей. Если родители дают нам достаточное своей принимающей любви, то мы выходим в возрастную жизнь с высоким самопринятием. Мы принимаем себя, мы принимаем других людей, хорошо к ним относимся, мы принимаем все события своей жизни. Если же человек получил мало, принимающий любви от родителей, то он выходит в жизнь с низким самопринятием. Он недоволен собой, он недоволен всеми людьми. Рано или поздно каждый человек вызывает его недовольство. И, соответственно, он недоволен и тем, что происходит в его жизни. И вот, естественно, такой человек, он не может никому относиться с уважением, потому что он во всех рано или поздно видит плохое. И поэтому он, соответственно, никого не уважает и не может иметь такого уважения, не может вызывать такого уважения, которое вызывает достойный человек. В утешении сразу же скажу, что если мы из детства вышли с низким самопринятием, самопринятие можно повышать. Для этого есть соответствующие средства. Это не просто, это долго, но это возможно. Следующий, третий пункт – это иметь нормальные личные границы. Что такое личные границы? Личные границы – это некая грань между тем, что другие люди могут делать, не спрашивая нашего разрешения и той областью, в которой они не должны вторгаться без нашего разрешения. Самое главное, самое простое и постоянное средство защиты своих границ – это слово «нет». То есть человек с нормальными личными границами легко говорить «нет». «Легко» – это не значит всегда, очень часто, когда к нему еще за километр не подошли, и он уже говорит «нет». Он говорит «нет» тогда, когда вторгаются, когда человек уже приближается к тому, чтобы вторгнуться в его личную область. Все мы знаем людей, которые позволяют обращаться с собой плохо. Это женщины, которые живут с насильниками, с алкоголиками, с наркоманами, с людьми, которые постоянно им изменяют. Как вы понимаете, ничего хорошего в этом нет. В этом нет ничего хорошего ни для кого из участников этих отношений. Это вредно для того, кто вот таким образом обращается с нами, и это вредно для нас, потому что у нас при этом искажается вся картина мира. Если мы живем в таких отношениях, то мы невольно стараемся каким-то образом оправдать то, что мы позволяем с собой так обращаться. Мы стараемся представить себе, что это нормально, что это нормальные отношения. И таким образом вся картина мира искажается, и мы постепенно, медленно сходим с ума. Я не говорю о том, что мы сойдем с ума, но это путь туда, потому что любое безумие – это как раз сильное искажение картины мира, сильное искажение представления о себе и о других людях, и об отношениях с людьми. Так вот, безусловно, ничего совершенного в этом нет. Не нужно опять-таки оправдывать пребывание в таких отношениях тем, что мы мучаемся ради кого-то, чтобы кого-то спасаем, или мы мучаемся, чтобы стать совершенными. Ничего этого не происходит. Мы просто уродуем себя и уродуем второго человека. Поэтому свои границы достойный человек, конечно, защищает. И, наконец, пункт четвертый, самый важный, на мой взгляд, пункт – это уважение к другим людям. Уважение к другим людям – это обратная сторона, зеркальная сторона уважения к себе. Тот, кто уважает себя, тот обязательно уважает и других. Тот, кто видит образ Божий в себе, даже если он так это не называет, тот видит образ Божий и в других людях. Как же это выглядит на практике, это уважение к другим людям? Приведу такой очень простой бытовой пример. Вы находитесь в неком обществе людей, вы в этот момент не абсолютно заняты, и к вам подходит какой-то ваш знакомый человек и хочет с вами поговорить. Он хочет, чтобы вы уделили ему время. Он хочет вам что-то рассказать или что-то спросить у вас, или посоветоваться получить какую-то помощь, либо просто занять ваше время. Все это не касается вас, и вам это по большому счету может быть совершенно неинтересно. Вам, допустим, сейчас более интересно заняться какими-то своими делами или даже просто посидеть в смартфоне в своих соцсетях в интернете. Так вот, достойный человек в этот момент отнесется с уважением к этому человеку, который подошел и уделит ему то самое время, которого тот человек у нас просит. Причем уделить не так, что он будет стоять и ждать, когда же ты наконец уйдешь от меня. То есть, как по Пушкину, вздыхать и думать про себя, когда же черт возьмет тебя. Нет, он с искренним интересом будет слушать этого человека. С искренним желанием понять, что ему нужно и чем ему можно помочь. Чаще всего человеку можно помочь просто его внимательным выслушиванием и вниканием. То есть, зачастую даже не нужно чего-то говорить, нужно просто уделить свое искреннее, заинтересованное внимание. И этим мы уже сделаем для человека большое доброе дело. А часто мы в этой ситуации поступаем не так. Мы придумаем какое-то оправдание или просто какое-то время слушаем, а потом прекращаем этот разговор, потому что он неинтересен нам. Или он нам менее интересен, чем какое-то другое эгоистичное занятие. И вот сейчас вы можете подумать и вспомнить, как вы общаетесь с людьми в этих ситуациях. Проявляете ли вы достоинство или же вы проявляете неуважение к людям. Здесь может возникнуть вопрос, как же пункт третий сочетается с пунктом четвертым. Как можно с одной стороны отстаивать границы, а с другой стороны вот таким образом позволять отнимать у вас время. На самом деле, очень даже просто сочетается. Как мы знаем по святым отцам, что крайности от бесов, а золотая середина всегда по Богу. Так и здесь одна крайность. Это очень жесткие личные границы, когда мы никому не позволяем вообще к нам приблизиться и чего-то у нас попросить. И другая крайность, это когда мы позволяем делать с собой все, что угодно, в том числе и причинять нам зло. А золотая середина, она вот такая. То есть, с одной стороны, мы позволяем просить себя о том, чтобы мы уделили внимание. если человек не имеет цели причинить нам зло и реально не причиняет нам зло, мы это внимание уделяем. Но в то же время позволять причинять себе вред мы не позволяем, мы не делаем этого. Вот это то, что я понимаю под достоинством. И если мы хотим стать достойными людьми, нужно, соответственно, на мой взгляд, работать в этом направлении. Безусловно, все мы достойны любви и уважения просто потому, что мы люди. Каждый из нас образ Божий. Но нужно, чтобы об этом знали не только вы, а чтобы это проявлялось в вашем поведении. Тогда все увидят в вас достоинство. Тогда все будут видеть вас достойным человеком. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,